Весь этот год для депутатов городского собрания депутатов проходит под знаком юбилея 550-летия Чебоксар. Была разработана юбилейная медаль. Их уже начали вручать жителям столицы, которые внесли значительный вклад в развитие города. На одной сцене педагоги и медики – лучшие представители этих профессий. Один из почетных обладателей памятной медали – хирург Геннадий Арсютов, заслуженный врач Чувашской Республики Российской Федерации, который за свою 45-летнюю карьеру спас тысячу жизней и продолжает делать это и по сей день. За эти годы я просто слежу за тем, как все-таки преобразилось и здравоохранение, и социальные службы нашего города. И поэтому я рад, что я работаю врачом. А самая главная награда – это благодарность наших пациентов. Юбилейную медаль получила и директор начальной школы номер 2 Алифтина Дмитриева. В сфере образования она 33 года. Под ее руководством начальная школа стала экспериментальной площадкой для ряда международных проектов. Любой труд, в любой отрасли, когда от души работаешь, когда от души служишь людям, прежде всего с любовью большой, это действительно будет оценено. И сегодня, конечно, я очень благодарна за то, что ценен мой труд также. Я благодарю. И я очень счастлива. Город мой, люблю я тебя. Данную награду утвердили депутаты городского собрания депутатов на одном из весенних заседаний. Всего их было 42. На каждом из них обсуждались разные актуальные вопросы о жизнедеятельности города. Установление земельных границ, предоставление участков под строительство, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, внешнего благоустройства города и безопасность жителей. За прошлый год в столице Чувашии на 7% сократилось количество преступлений. В два раза меньше стало убийств и разбоев, озвучила депутатам статистику заместитель начальника управления МВД по Чебоксарам. Цифры были бы еще лучше, однако картину портят так называемые разливайки. Всего в таких заведениях совершено 120 преступлений, из которых основную массу совершают кражи. В результате скоординированной работы наружных нарядов из пятейных заведений доставлено в отделы полиции 6 613 граждан за совершение административных правонарушений. На такие заведения депутатам часто жалуются и жители. Вместе с представителями столичной администрации народные избранники устраивают рейды. Однако, чтобы закрыть пятейные заведения, нужно изменить законодательство. Над этим вопросом пока идет работа. Депутаты оценивают работу служб и предприятий города не только по докладам руководителей, но и организовывая выездные заседания. Комиссия по местному самоуправлению и депутатской этике посетила Центр управления нарядами правоохранительных органов. На каждого сотрудника службы 02 в среднем за сутки приходится от 180 до 230 сообщений. Служба 02 Центр управления нарядами. Именно сюда сразу по 10 линиям поступают все сообщения от горожан, которые звонят в полицию или на номер 112. Далее сотрудники передают информацию в территориальный отдел полиции. У нас где-то составляет время прибытия нарядов от 10 до 20 минут в зависимости от оперативной обстановки и сложившейся дорожной обстановки. В первую очередь правоохранители реагируют на преступления против личности, побои, грабежи. Еще до приезда оперативной группы посмотреть, что происходит на месте, могут сотрудники другой службы Центра управления нарядами. По всему городу установлены тысячи камер видеонаблюдения различных программ. Например, безопасный город и безопасный двор. И это дает результат. В прошедшем году это раскрыто все изнасилования, разбойные нападения, почти все убийства. Чтобы любимый город мог спать спокойно, в этом году оснащение камерами продолжится, отметил заместитель главы столицы Чувашии Николай Владимиров. В 2019 году мы дополнительно по городу установим 52 камеры. Можно озвучить эти места. Это Кадетский сквер, Кадетская школа, возможно, общественное пространство около торгового дома ОООС в районе Шубашкара будут. Константин Ивановский затронем. Ну и, конечно же, прививаем горожан, активно участвовать в инициативном бюджетировании, проводить общие собрания, участвовать в софинансировании, по установке тоже видеокамер наблюдений в своих общественных пространствах, во дворах, для безопасности своих детей, своих семей. Дом готов, а въехать в него нельзя. В такой ситуации сейчас так называемые долевики нескольких объектов. В проблеме разбирались представители постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города. Уже два года продолжается история со сдачей. Дом построен на 95%, но эти 5% оставшиеся никак не могут быть сданы. Осенью прошлого года, когда чебоксарские депутаты проводили здесь выездное заседание, основной причиной, почему дом не может быть сдан, называли проблемы с электроподстанцией. Сегодня к этому обстоятельству добавилась острая нехватка по строительным нормам парковочных мест. Причем, когда город выдавал разрешение на возведение дома, у застройщика было два участка и места на все хватало. На одном из них должны были размещаться парковочные места, но в последующем, в ходе уже строительства объекта, один из участков был продан, реализован или каким-то другим образом отчужден. И, соответственно, дольщики и сам объект уже остался без дополнительного земельного участка, за счет которого можно было бы вопрос по парковкам закрыть. Полтора года ждут ключей дольщики дома номер 13 по улице Восточная. Причина у застройщика банальная – не хватило денег. Сейчас, как и на прошлой позиции, все почти готово. Осталось благоустройство. Сейчас сделаем озеленение и к концу мая планируем сдать. На позиции номер 18 по проспекту Тракторстроителей проблемы посерьезнее, чем незасеянная трава. Не готовы еще два подъезда, однако с мертвой точки дело сдвинулось. С момента прошлого посещения объекта депутатами жильцы первых подъездов получили ключи. На данном объекте сдано более половины дома в первую очередь. Буквально в начале июня обещают сдать вторую очередь. Здесь осталось поставить счетчики и радиаторы. Все равно прогресс существенный. Вопросы по подключению к коммуникациям решили. И, как стало известно, дом сдан в эксплуатацию. Обычно посторонний вход воспрещен, но депутатам Чебоксарского городского собрания сказали добро пожаловать. Они побывали в детском оздоровительном лагере «Березка». «Мы, ребята, молодцы! Березовцы! Березовцы! Березовцы!» У березовцев сегодня заключительная линейка. Их десятидневная смена заканчивается. Тут очень весело. Каждый день какие-нибудь мероприятия. Тут намного лучше, чем дома у себя. Можно на каждый день в природе. Дышишь свежим воздухом. Заводишь новых друзей. Как убедилась наша съемочная группа, из изменений в пионерской лагерной жизни только количество дней в смене. Развлечения остались прежними. Меня измазали недавно. Когда я спала, я просыпаюсь, лицо трогаю, а там у меня лицо все в пасте. Оздоровительный эффект также измеряется прибавленными сантиметрами роста и килограммами. Ширяю плюс 140 грамм. И равенка плюс 6 грамм. Второй отряд весь. Так, очень хорошо. Общий вес отряда 865 килограмм. Это они к концу смены за тонну перевалят. Вот это питание. Смена была короткая, поэтому они не сильно поправились. Буквально на полкило где-то вот так вот. Но нам и этого баллы засчитывается. Сила рук у них увеличилась. Ну, выросли по одному сантиметру, по полсантиметра. То, что со смены дети уедут на полкило тяжелее, неудивительно. Рационом питания депутаты городского собрания остались довольны. Состояние пищеблока тоже его обновили в прошлом году. Тогда же здесь появился бассейн. Так как жарко стало только пару дней назад, его наполнят к заезду следующей смены. Мы в первую очередь посмотрели депутатским корпусом материально-техническую базу. Потому что ежегодно из бюджета города Чебоксара, это муниципальный лагерь Борезка, выделяется финансирование. Был сделан бассейн, регонструированы спальные корпуса, медицинский корпус, столовая. Поэтому, в принципе, остались довольны. С тем, в каком состоянии лагеря было буквально 5-7-10 лет назад, совершенно существенная разница. Впрочем, выделяемых городским бюджетом денег на все сразу не хватает. Так, в лагере не функционирует несколько корпусов. Их построили в 60-х годах прошлого века, и сейчас их износ составляет 70%. Конечно, есть еще над чем работать, над условиями теми же самыми. Банально, в некоторых корпусах нету туалетов, душевых. Все это происходит на улице. Хотелось бы создать более цивилизованные условия. Это, судя по всему, следующий этап в модернизации лагеря. Сейчас депутаты Чебоксарского городского собрания ушли на каникулы, но в этом году они будут недолгими. В августе республика отметят 550-летие со дня основания столицы. КОНЕЦ